МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезные порицания от республиканского главы Виктор Зимин еще в 2011 году дал поручение достроить в Сайногорске дом ветеранов, который должен стать межрайонным центром. Однако спустя два года ВОЗ и ныне там. Завершение строительства постоянно сдвигается. Хотя было четкое поручение решить вопрос с финансированием и со сроками. Мы обещали. Обещали же. Должны выполнить. Сегодня финансисты сообщили, что часть денег удалось собрать на строительство. В любом случае подождать с новосельем ветеранам все же придется до следующего года. Столь сжатый срок уже больше походит не на поручение, а на требования главы. И еще, что касается стройки. Непонятно почему, затягиваются сроки ремонта единственной дороги в Таштыбском районе, участок в 22 километра Челаны, Кирово, Харачул. Вместо решения вопроса все дружно занялись перепиской. Уже почти год прошел. А люди как были, так и остались практически в изоляции. К осени Виктор Зимин ждет от профильных министров новую дорогу. Впрочем, был щедр глава и на презенты. Более полусотни человек, руководители районов, работники коммерческих и государственных организаций получили благодарности за помощь в организации празднования 9 мая. В числе отмеченных и коллектив ГТРК «Хакасия». В этом году компания впервые организовала с правительством прямую трансляцию парада. Особое спасибо хотел сказать своим коллегам. Все-таки присутствие в федеральном эфире серьезно обязывает. И мои коллеги, и я имею в виду не только своих сотрудников, но и всех, кто участвовал в организации прямой трансляции. Огромное спасибо. Они со своей задачей справились. К слову, уже сейчас начата подготовка к проведению празднования Дня Победы в 2014 году. И, судя по успешному опыту, прямой трансляции быть. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести «Хакасия». 500 человек будут переселены в текущем году из аварийного жилья. Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку, которую подавали власти республики. Согласно полученному подтверждению, в «Хакасию» из Москвы будет перечислено более 200 миллионов рублей. Региональный бюджет на условиях софинансирования добавит почти 27 миллионов. Этих средств хватит на снос 23 ветких зданий и переселения почти 500 человек. В 2013 году в программе принимают участие 5 муниципальных образований «Абаза», «Черногорск», «Аскиз», «Бескамжа» и «Вершинатёи». Полностью ликвидировать аварийный жилой фонд власти «Хакасии» намерены в ближайшие три года. Последние ветхие здания планируется снести в 2015 году. Мотивы самоубийства 22-летней жительницы Абакана сегодня выясняют следователи. Трагедия случилась в селе Весенье у Стебаканского района. Сюда девушка приехала из столицы повидать своих родителей. Как они позже рассказали следователям, ничего не предвещало беды. Но в итоге дочь незаметно от них взяла ружьё и на улице за домом разрядила 16-й калибр себе в голову. Кому принадлежит оружие, ещё предстоит выяснить. Однако главная задача сегодня – разгадать причины и поступка. Самоубийца хоть и оставила письмо на пяти листах. Мотива в них нет. Ранее девушка неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. На руке у женщины имеются рубцы и шрамы. На учёте врачей-нарколога-психиатра она не состояла, спиртными запитками не утлоупотребляла. В записке женщина попрощалась со своими родными и близкими, просила распорядиться её имуществом. Каких-либо точных причин совершённой её поступкой она не написала. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Абакат готовится к строительству нового жилого района. Он разместится на пустыре вдоль улицы Некрасова. Но прежде чем приступить к строительству, нужно проложить инженерные коммуникации. Видим, сейчас и занимаются специалисты. Рядом работают и дорожники. Они расширяют очередной участок проезжей части улицы Некрасова. Он будет восьмиполосным. За работами наблюдали наши корреспонденты. Сегодня почти 400-метровый участок улицы Некрасова в границах Кирова-Тельмана превратился в стройплощадку. Автобусная остановка выглядит заброшенным островком. Между тем уже за лето этот отрезок проезжей части подгонят по ширине к уже реконструированному в прошлом году участку Некрасова между Чертогашево-Кирово. Дорога здесь станет восьмиполосной, шириной в 30 метров. Очень удобно ездить. Уже сделали было две полосы, сейчас четыре полосы. Очень удобно ездить. И дорога гладенькая, чистенькая всегда. Очень нравится. На повороте очень удобно. Наверное, на поляне здесь выезжаешь, там машина разъест. Но расширять нужно машин в городе немного. Здесь очень оживленный участок дороги, намного комфортнее стало. Если только надо до конца, то есть до Крылова расширить, тогда пропускная опасность будет больше. Пока частично уложен первый слой асфальта. Осталось еще два. Позже, уже летом, рядом с проезжей частью проложат тротуар. С облагораживанием территории пока придется повременить, не хватает денег. В этом году на реконструкцию участка Некрасова выделено 22 миллиона рублей. Все средства из городского бюджета. В то время, как в прошлом году финансовую поддержку оказывала и республика. От Тельмана до Тороса вода у нас в планах. Правда, насколько это планы продлятся. В первую очередь нам хотя бы сделать расширение до Крылова. Сейчас реконструкция дороги временно приостановлена. Водоканал меняет ветхие. Стальные трубы, которым не меньше 30 лет, на современные полиэтиленовые. Для Бакана эта технология опробованная. По ней работают около пяти последних лет. Во-первых, надежность водоснабжения, безаварийность водоснабжения, качество воды потребителям выше, чем по старым стальным трубам. Дальше идут площадки под застройку. Они в том числе и будут закольцованы этим водопроводом. Протяженность ремонтируемого участка водопровода почти 400 метров. Работы будут вестись около двух недель. Все это время холодная вода в близлежащих домах не пропадет. А вот задача тепловых сетей – приложить совершенно новые коммуникации. Тепловая трасса под землей будет пересекать улицу Некрасова, пройдет по этому пустырю, где разместится новый жилой второй район и соединит так называемые Ташибинские дачи и улицу Ерыгина. Если провести тепловую сеть удастся за этот год, то уже в следующем в новом районе будут продавать участки под застройки. В будущем здесь вырастут многоэтажные дома, появится детский сад, школа и спортобъект. А по соседству вот здесь разместится торгово-развлекательный центр. Его проектирование уже ведется. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Жители села Верх-Аскиз сами строят новый мост через реку Аскиз. Старый прослужил полвека, пришел в негодность и проезд по нему запретили. Сельчане добирались по нему на старое кладбище, также за рекой расположены подсобные хозяйства фермеров. Сейчас ездить приходится в объезд через станцию Аскиз. Это крюк в полсотни километров. Проблема в том, что мост не соединяет никаких населенных пунктов и поэтому не попадает ни в одну из государственных или муниципальных программ. Заказывать переправу профессионалам дорого, цена вопроса не менее 5 миллионов рублей. Поэтому строить решили собственными силами. Из бюджета поселения потратили около 180 тысяч на цемент и железо. Весок и гравий заготовили самостоятельно. Сельчане на субботнике забетонировали опоры моста. Остальные работы по замене настила сельские добровольцы планируют завершить, когда сойдет большая вода. С 1 июля в силу вступают новые правила сельхозрегламента. Это изменения коснутся прежде всего фермеров и частников, которые сбывают мясо. Отныне забивать скот у себя в хозяйстве нельзя. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава управления Россельхознадзора Сергей Машуков. Изменения связаны со вступлением России в ВТО. В новом техрегламенте пищевой безопасности прописаны все требования. С 1 июля производить убой скота для продажи можно будет только на специально оборудованных площадках, которые должны отвечать определенным санитарным нормам. Только в этом случае ветеринар имеет право выписывать справку, и мясо попадет на прилавок магазина или рынка. В документе также затронута тема гуманности, то есть животное должно умереть мгновенно, а до этого не испытывать страха. Новые правила коснутся в первую очередь простых сельчан, для которых продажа мяса – основной источник дохода. На сегодняшний день в республике есть всего 15 оборудованных скотобойн, и они находятся в частных руках. Специалисты Россельхознадзора неоднократно направляли письма главы муниципальных образований с просьбой оборудовать бойни, но пока ни одной общедоступной для народа площадки в Хакасии нет. 1 июля, оно никого еще не страшит тем, что у нас не начинается забой 1 июля. Забой начинается во второй половине августа, потому что сельчанам нужно везти детей в школу. Самое дешевое – от 850 тысяч, то есть это передвижной, будем говорить, большой вагон, который можно таскать за транспортом, с очень хорошей производительностью, 5 голов крупнорогатого скота за час, и с полной утилизацией всех продуктов биологических отходов. Все равно, я думаю, к этому мы будем готовы. Сотрудники полиции Абакана изъяли полтонны кофе 3 в 1 с признаками подделки. Правоохранителем обратился представитель компании-производителя. По его мнению, кофейный напиток, который продает одна из оптовых фирм в Хакасии, контрафактный. По словам заявителя, упаковка кофе отличается от оригинала по цвету. На отрывной ленте есть неровности, а срок годности указан не сбоку на шве пачки, как обычно, а снизу. Полицейские изъяли около 24 тысяч известного кофейного напитка на сумму 140 тысяч рублей. Добавим, что в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о закрытии подпольных цехов по производству кофе 3 в 1. Судьба изъятой партии будет решена после того, как свое заключение дадут эксперты. В настоящее время проверкой растворимого кофейного напитка займутся эксперты. Им предстоит выяснить, контрафактный это кофе, либо же настоящий. И если он окажется контрафактным, правоохранители уже будут выяснять, где и в каких условиях изготавливался напиток, продаваемый потом под известным брендом. В Хакасии подорожали яйца и овощи. Цены выросли на 0,6%. Это больше, чем в мае прошлого года. Такая же картина в целом по России. Весеннее удорожание продуктов традиционно. К Пасхе выросла цена на куриные яйца, творог, сахар. Больше всех подорожал картофель на 10 с лишним процентов. Из непродовольственных товаров больше выложить из собственного кармана придется за табачные изделия и медикаменты. Проблемы некачественных саженцев на рынках Хакасии уже не одно десятилетие. Специалисты отмечают, с каждым годом контрафакта становится все больше. Наши корреспонденты участвовали в одном из рейдов Россельхознадзора. Итоги проверки моя коллега Елена Крылова обсудила с Ольгой Федоровой, начальником отдела земельного и семенного надзора управления по Хакасии. Далее в ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся.